Зоя Павловна Она очень не хотела уходить из школы, но ее муж, электромонтер, сказал ей, чтобы она сидела дома и нянчилась с ребенком. Зоя Павловна пыталась ему мягко возразить, но ее муж сказал, все, и никаких гвоздей. И Зоя Павловна покорилась и ушла из школы. О сердитом муже Зои Павловны нам рассказали девчонки, которые услышали, как о нем рассказывали уборщицы, которые слышали, как о нем говорили в учительской, после того, как о муже рассказала сама Зоя Павловна. Второй учительницей арифметики стала у нас старая-престарая женщина Сусанна Ибрагимовна. Она была такая старая, что часто засыпала на уроки. Ну, совсем мы при ней разболтались. На уроках хулиганили и играли даже в салочки. Наконец, Сусанна Ибрагимовна ушла на пенсию. После Сусанны Ибрагимовны у нас вообще долго не было учительницы арифметики. Учителя преподавали у нас по очереди. И у нас наступило смутное время, как сказала моя мама. Учителя менялись каждый день. И плохо нас знали. Они не знали даже того, что к доске надо обязательно вызывать Зину Мармуркову. И ни в коем случае не спрашивать Муравьева. А знать следовало бы. Ведь Мармуркова была отличница. А Муравьев даже свою фамилию писал с тремя ошибками. Муравьев. Они вызывали, не зная. И результат получался плохой. От плохого результата у них портилось настроение. И они заставляли страдать весь класс. Без конца давая дополнительные занятия. Две недели у нас преподавал стажер из педучилища Саша. Но в конце второй недели, когда мы уже стали привыкать к Саше, он, решив блеснуть перед директором школы, задал нам решать такую задачу, что мы, ну, как ни бились, решить не смогли. До конца урока оставалось 10 минут, а решения все еще не было. Тогда директор школы попросил Сашу самого решить задачу и подробно рассказать нам о пути решения подобных задач в дальнейшем. Саша начал решать и очень скоро решил, но неправильно. Его ответ не сошелся со светом в учебнике арифметики. Саша побледнел, улыбнулся и снова начал решать. И опять решил, но неправильно. Сам директор не брался за решение задачи. Он был учителем ботаники. Саша принялся решать в третий раз и ничего уже решить не мог. Он стал решать задачу алгебраически, тригонометрически, логарифмически, с извлечением корня и абстракто-математически, но решить так и не мог. В это время встала Зина Мармуркова и сказала, задрав свой длинный красивый нос, «Я решила задачку. Дело в том, что из трех ведер, в которых было молоко, и пяти ведер, в которых была вода, и шести с половиной ведер, в которых был керосин, нужно отнять полтора ведра с водой и прибавить три с половиной ведра керосина к ведру с молоком. И тогда все получится». Саша схватился за голову и убежал. После Саши к нам, наконец, пришел настоящий учитель арифметики Василий Варфоломеевич. Нам, мальчишкам, он сразу очень понравился. А девчонки как-то скисли при виде Василия Варфоломеевича. И действительно, войдя в класс, он их даже взглядом не удостоил. «Здорово, орлы!» – проревел Василий Варфоломеевич, и в его голосе мы услышали звук серебряной боевой трубы. «Ну, чего завяли бойцы? Дружнее, дружнее знакомьтесь!» И мы начали знакомиться с Василием Варфоломеевичем. Первонаперво он рассказал нам весь свой жизненный боевой путь. Про учебу в погранучилище, службу на границе, службу в Энской части, о войне и основных сражениях, в которых ему приходилось участвовать. Мы слушали его, затаив дыхание. Под конец урока Василий Варфоломеевич сказал, «Главные, орлы, на войне – это глазомер. Без глазомера ты, считай, пропал. Крышка тебе без хорошо развитого глазомера. И гранату ты бросить хорошенько не сможешь, и пушку противотанку и навести прямой наводкой, и пулеметчик из тебя будет так одно название, что пулеметчик. Поэтому, орлы, будем главным образом отрабатывать глазомер. А арифметика пусть останется арифметикой. Мы ее тоже хорошенько выучим. Назло всем недобитым врагам». Когда Василий Варфоломеевич закончил урок, мы все встали, грохнув крышками парт, и разом отдали ему пионерский салют. Вот какой потрясающий учитель появился у нас в школе. Только девчонки на первых порах не взлюбили его. Он, говорили они, плохо одевается. Так учителя не одевается. А он, Василий Варфоломеич, одевался что надо. Он пришел к нам в класс в кителе без погон, в широких брюках галифе и в хромовых сапогах 47-го размера или больше. В кармане галифе у него лежал алюминиевый портсигар, сделанный из лично сбитого мессершмитта, и пистолет парабеллум в виде зажигалки. Так что он мог дать прикурить кому хочешь. Однажды утром Василий Варфоломеич выстроил нас в шеренгу на пыльном школьном плацу, выровнял по росту, самого большого меня поставил впереди, а самого маленького, муравьева, сзади, и достал из кармана гранату. Граната была самой настоящей, но только без взрывчатки, как потом объяснил директору школы Василий Варфоломеич. Сегодня будем учиться правильно метать гранату и развивать глазомер. Все ясно? Вопросы есть? Кто болен и не может выполнить поставленной задачи, выйти из строя? Сказал Василий Варфоломеич и раскрыл классный журнал. Первым металл гранату Ананьев. Порядок был такой. Ученик выходил из строя, отдавал честь учителю, десять раз приседал, пять раз отжимался от земли, два раза обегал вокруг школы, ложился в небольшой окопчик, ночью его отрыл сам Василий Варфоломеич и метал гранату. Затем вскакивал, опять обегал вокруг школы, приседал и отжимался, а потом быстро докладывал, на сколько шагов он кинул гранату. Ананьев бросил гранату на десять шагов, за ним бросала Бадьянова, и она бросила на три шага. За Бадьяновой Васильчиков бросил на двенадцать, а сказал, что на тридцать шагов, за что Василий Варфоломеич выгнал его из строя. Наконец очередь дошла до меня, и я изо всех сил метнул гранату. Она полетела очень-очень далеко, шагов на сорок, и вонзилась в стекло директорского кабинета и грохнулась прямо перед ним на стол на новой гербаре из лично собранных и засушенных директором цветов и листьев. На следующий день Василий Варфоломеич пришел в школу в шинели и с солдатским мешочком за спиной. Ну, что ж, ребята, так уж получилось. Придется нам временно отступить. Ничего не поделаешь. Уезжай я, братцы, на другой фронт, а вы здесь крепко стойте, глазомер развивайте. Особенно ты, Бадьянова, и ты, Васильчиков. Хвостовства этого меньше шапкозакидательства. А ты, Василий, молодец. Отлично метнул эту пустышку. Долго мы еще вспоминали замечательного Василия Варфоломеича. Долго играли в развитие глазомера и развили его до такой степени, что могли даже с закрытыми глазами кинуть что угодно и куда угодно и знать при этом, есть прямое попадание или нет. А через полгода вернулась к нам наша родная Зоя Павловна. Д'Артаньянчик, Атосик, Кибальчишек нежно позвала она нас, и мы, чуть не плача от восторга, прижались всем классом к ее теплой материнской груди. Рыбак Зимняя Волга Похожа на уснувшее под паром поле. По берегам чернеет лес, а на песочке торосится ледяной припой, как корчеванные пни на меже. Жизнь прожить, не поле перейти, И жизнь прожить трудно, И поле перейти нелегко. И с конца в конец вдоль и поперек ходит по своему полю Волге шкипер Петр Астанин. Шкипер — это капитан несамоходной баржи. И барж таких, широких, срубленных из черного пропитанного смолою дерева, тупоносых и приземистых, с двумя долгими, сшитыми из дубовых досок рулями-боллерами, с крошечной каюткой и лодкой у борта, уж не увидишь теперь на Волге. И шкиперы задедовали, посидели, и живут кто где. Дядя Петя Астанин со своей женой тетей Зиной живут у берега Волги. На холме стоит, выделяясь своей белизной, их крошечная мазанка. Чуть ниже чернеют в ряд столетние русские избы и смотрят седыми наличниками на нарядную мазанку, как мужики на красочного казака-донца. И действительно, какой-то иной жизнью веет от этой теплой, нагретой даже зимним солнцем мазанки. И кажется, будто над ней синее небо, а перед ее порогом не заснеженная стылая Волга, а ленивые мутноводный дон, по берегам степи, степи без конца, с горькой полынь травою и желтые, как нарез дыни, солнце. Окошки мазанки смотрят на холодную Волгу. На Волгу смотрят и дядя Петя с тетей Зиной, как раньше с реки смотрели на берег. Иногда казалось им, что баржа их стоит на месте, а берег медленно протягивается и движется перед ними, точно ведомый огромным богатырем буксиром, и пропадал берег, и таял в зеленоватом горбистом горизонте, когда уходили они с реки в Каспий. А теперь река Волга никуда не уходит, и вечно безотрывно стоят ее разлив, острова, дальний огненный яр и хвойные леса, и никуда не уйти и не уплыть на восьмом десятке лет. А порознь страшна, вот и держатся дядя Петя с тетей Зиной у самого края жизни крепко и дружно. Сегодня, как вчера и позавчера, как всегда зимою, собрался шкипер на рыбалку. Ядрено, калено, январским морозом красное утро, синие тени облаков медленно бредут по белоснежной Волге, и леса кажутся теплыми, и небо теплым, и лед пустыни безмолвный, и манит, и жалко шкипер у себя, по-стариковски остаться у печки тянет. Печь-то теплее всего. Мнется дед, одетый обутый, с пешней удочкой ведром в руках у двери и говорит, что, Зина, пойду посижу часть к три, а может, Петру останешься? Чего ходить-то, ноженьки свою труждать? Оставайся, Петро, я сейчас пышечек тебе испеку. Нет, Зина, пойду, пожалуй. Чего сидеть? Надоело все с тобой сидеть. Ну, иди, иди, жарься на лед, иди, лада моя. И шкипер выпустив облачко пара исчезает за дверью. Маленькая сухонькая тетя Зина прихрамывает точно уточка на больную ногу, мечется из комнаты в кухню и обратно, смахивает крошки со стола, ставит себе стакан крепкого чая. Она садится на место дяди Пети на продавленной снятой со списанного катера сиденья и смотрит в окошко на спину мужа, тающего черной точкой, в белой пустыне. Дядя Петя идет к своему месту, к трем заветным заповедным, пробитым на всю жизнь лункам. Идти надо метров пятьсот туда, где стоит летом красный Бакин, а подо льдом таятся невидимые ямы и ложбинки, в которых и стоит, сонно взмахивая плавниками, спящая с открытыми глазами зимняя рыба. Раздразнить надо ее, эту рыбу, как следует. Вот ты, положим, спишь себе спокойненько, наелся всякого вкусного и спишь, только уснешь, а тебе раз по башке или хватит за ногу, или щелк по носу. Ты тут, конечно, проснешься и станешь озираться. Кто это такой-сякой спать не дает? Так и рыбка. Не раздразни ее, как следует, ни за что не возьмет, а раздразни сама на крючок лезет, а серчает и лезет. Как каждый моряк, старый шкипер не любит и не умеет долго ходить. За ночь навалило на Волгу снегу по пояс и идти трудно, точно без ног. Шкипер медленно серчает и краснеет под шапкой и ушанкой. Большой, до сих пор богатырски сложенный и сильный мужчина, шкипер недолюбливает это белое безмолвие, способное поглотить без остатка и разницы что песчинку, что гору. Ему не с чем бороться, кроме как с шелестящим, легким, как дым снегом. И снег так податливо сыплется на валенки и так незаметно, коварно скапливает в коленях усталость. Дядя Петя садится на перевернутое ведро и закуривает. Где бы ни находился, он всегда садится лицом к своей хате, лицом к тете Зине. Пятьдесят лет прожили вместе. И два разных этих тела, две разные души объединились и слились в одной человеческой судьбе и жизни. Родившись в Донской станице к двадцати трём годам, ушли они, казак и казачка, в Россию на светлую слезами отбеленную Волгу и сменяли по вековечной казачьей привычке коня на ладью. Пошли на баржу и поднялись на ней к северу в город Великий Устюг и за долгой путь стал казак Пётр шкипером, а казачка Зина матросом. И шкипер лихой, и матрос его лихой, не просто баба на судне, а матрос, злой до работы, с остальными мускулами, нежный в любви и неистовый в веселье, и преданный в своей великой любви к нему, мужу и шкиперу. С таким матросом можно плавать. Чёрт, а не матрос, говорил Петро другим шкиперам, и, глядя порой, как Зина легко управляется с остальным швартовым, дивился, точно ли она баба. А тётя Зина, живя мужской жизнью, была наравне со всеми. Только в одном отличалась от обычного матроса. Умудрялась она оставаться женщиной, и пела, и плясала, и стирала, гладила, и хранила единственное своё девичье ещё платьице, и прятала от угольной пыли дивные пепельные косы, и плакала порой, забившись в потаённый уголок трюма, задавая себе извечный бабий вопрос, ну, за что я его так полюбила? Покурив, дядя Петя встаёт и идёт к лункам. Три чёрные веточки вешки над занесёнными лунками видны ещё издали. Приближаясь к вешкам, старый шкипер невольно ускоряет шаг и, похруствуя валенками, косолапя подходит к лункам. Опустившись на колени, он широкими точно лопатой варежками разгребает снег и стучит огромным кулаком по корке льда. Но лунка хоть и под снегом, а замёрзла накрепко, спаялась ещё перед снегопадом и удар кулака держала. Дядя Петя схватывает пешню и начинает толочь лунку словно пестом в ступе. Летят острые ледяные брызги, впиваясь осколочками в валенки, и вдруг фонтаном с утробным вздохом выбросилась наружу вода и засенила снег возле лунки. Дядя Петя приседает на корточке и выбирает ладонью кашицу снега и сплывшиеся куски льда. Рука сразу становится красной, подушечки пальцев белеют и начинает быстро неметь. Выбрав весь снег и лёд, шкипер распутывает удочку и, прищурившись, смотрит на блесну. Это его любимая верная блесна окунёвка. Она сделана из настоящего корабельного, бронзового, позеленевшего от старости шурупа, исплющена и погнута и заострена дядей Петей после того сна. А чудной был сон. Привиделось вдруг шкиперу, что наладились они с соседом, тоже рыбачком заядлом, блесенки мастерить. Да и поспорили, кто лучше сработает обманку. Сосед, мужик хитрый, жадный до рыбы, не стал будто работать у дяди Пети в хате, не хотел секрет раскрывать и ушёл к себе на двор. Озлился тут старый шкипер, раз так хочешь, тогда смотри, заделаю я такую уловистую штуку, что у тебя в жизни не получится. Тут и попался ему старый корабельный шуруп. Сделал он блесну, а отрабатывать её, игру, пошёл на прорубь, где Зина бельё полоскала и где дно было видно, как на ладони. Долго изгибал шкипер по всякому обманку, оглаживал её края и грани, напильником спиливал, где нужно лишнее олово, в который раз окунал блесну в студеную воду, пока наконец в тёмной пасте проруби изящным и хищным изгибом мелькнула перед рыболовом сказочная блесна. То был хороший сон, и сосед, конечно, проспорил старому шкиперу, а наутро, пока не забыл сон, дядя Петя взял, да и сработал эту блесенку. Правда, когда делал, думал, вот старый дурень, сказать Зине или соседу засмеют. Но никому не пришлось смеяться, оказалась блесенка чемпионкой здешних мест. На неё шкипер таскал порционных двухсотграммовых окуней, а иной раз ловила ещё крупнее, удивительных, почти чёрных, горбатых и носатых восемьсотграммовых и килограммовых окунищей, которые с трудом елозя плавниками по краям лунки, казалось, сами вылезали на свет божий и потом медленно стыли на морозе. Всю долгую жизнь шкипер присматривался к окуням и любил их больше другой рыбы. А кушок — это подводный ястреб. У него и крылышки красненькие, и летает он, как птица в небе, и бьётся до последнего. Это тебе не корова лещ, не платва снулая, это боец. Полюбовавшись на блесну и попробовав на ногте остроту крючка, дядя Петя осторожно булькнул блесну в лунку и вытравил леску до узелка. Глубина этого места была ему известна до миллиметра. Под лункой в пятиметровом слое воды, уходя в дно ещё сантиметров на шестьдесят, зияла ямка, и на краю её, на перепаде глубины, стоял обычно крупный окунь. Утоптав снег и устроившись удобнее на ведре, шкипер выставил вперёд удочку и повёл. Удочка, дрожа и подёргиваясь, плавно стала опускаться к лунке и, застыв на мгновение, опять начала дёргаться, подрагивать и ползти вверх и снова опускаться. Высунув от напряжения кончик языка и как-то загадочно и плутовато улыбаясь, дядя Петя дразнил окуня. Вдруг он почувствовал глухой, переданный леской и древком удочки удар рыбы по блесне и подсёк. Лёгкую блесну точно сразу налили ртутью и приманка, дёргаясь живой уже тяжестью, потянула удочку вниз. Отбросив удочку, шкипер схватился за леску и принялся, как говорят рыболовы, шить, быстро и однообразно дёргая руками, выбирать леску с добычей. Из лунки, удивлённо глядя на дядю Петю, выбрался здоровенный окунище. Шкипер бросил его за спину и опять булькнул блесной. На этот раз, как не дразнил дядя Петя окуней, поклёвки не было. Леска обросла толстой колбаской льда и цеплялась за края лунки. Шкипер время от времени протискивал леску между пальцев, счищая лёд и недовольно шевелил бровями. Пойти, что ли, на другую лунку? Вообще, дядя Петя не любил менять шило на мыло и бегать с места на место. Считай, что при удаче всегда наловишь и на одной обсиженной и верной лунке. И терпением тоже можно рыбу взять, знал дядя Петя. Не торопись, не дёргайся, посиди, подумай о том о сём, глядишь, подойдёт и цапнет опять. Терпения у шкипера хватало. Порой ещё в молодых годах, отойдя от баржи и просидев целый день с малой поклёвкой, он сдавался и сматывал удочки только после десятого грозного окрика тёти Зины. Петро! Петро! Вот с места мне не сойти, клянусь, чем хочешь, зашвырну сейчас борщ за борт, сил моих больше нету, греть его зазря. Однажды тётя Зина, прокричав двадцатый раз, топнула ногой, скинула юбку и прямо в одном тельнике, лихо сверкнув глазами, бросилась за борт. Юнга спустила ей на верёвочке миску с горячими блинами, и тётя Зина, положив блины на голову, бешено подплыла к лодочке дяди Пети и, высунув блины над самыми его удочками, крикнула «На, жри, идол!» А идол, задумчиво глядя на поплавки, молча съел все блины. Жизнь жизнь дяди Пети была связана с рекой, а в реке, как расплавленное серебро, плавала рыба, и шкипер черпал это серебро на пропитание, на приварок к маленькому жалованию. Рыба кормила шкипера, и поэтому он чувствовал к ней уважение и болел за неё сердцем, когда видел, что её несправедливо губит. Леску дяди Пети дёрнуло и пошёл столбцом к лунке ещё один головастый тяжёлый окушок. Шкипер бросил его за спину, боясь сглазить удачу. Он не любил смотреть и считать пойманную рыбу. Тотчас опять шарахнуло по блесне, зацепилось, взвелось и оторвалось. Шкипер поморщился. Ну вот, пошёл теперь доносить всей братьи, что за вещь крючок. Ладно, немой значит был. Дядя Петя выкурил самокрутку и посмотрел на свою хату. Труба над домом не дымилась, выше крыши вздымались пустые, молчаливые по зиме скворечники. Да жить бы нам с Зинухой до весны, с внезапной тоской подумал дядя Петя и словно наяву услышал протяжный молодой голос Зины. Ничего, Петро, не дрейфь, доживём. Может, такое случится, что забыла о нас, курносая ведьма. Сколько раз должны были родной мой погибнуть и не сдюжить, а не брала нас с тобою смерть. Вспомни, лада моя, и не печалься. И многое дядя Петя вспомнил, что забыть нельзя и забыть хочется. Страшнее всего, несправедливее были бомбёжки. Когда их маленький незащищённый буксир и пять тяжело сидящих и медленно, как само время идущих барж, бомбили улыбающиеся и кивающие из небесной синии фашистские лётчики. Самолёты точно огромные хищные чайки кружили над судами и роняли свои чёрные бомбы, стремясь попасть на его, дяде Петину, чистую палубу. И, оставив после себя обгорелые искорёженные месива, тонущих израненных матросов снова взмывали в облака и обращались там в невидимые прерывистые гудения. И дядя Петя назло им выходил на широкую белую палубу и, сдерживая бешено рвущееся сердце, брался за швабру и медленно, не глядя вверх и не пригибаясь, водил ею по палубе от бака до юта. И рядом в белой рубахе стояла тётя Зина и, сняв с головы косынку, распускала по ветру длинные косы и глядела на шкипера потемневшими, остановившимися глазами, точно разрешив великую свою загадку и мучения, и счастье, за что я его так полюбила. «И шторм», вспоминает дядя Петя, тот гигантский, погубивший много кораблей и людей, двенадцатибальный Каспийский шторм, который, как кошмар, как возмездие, навалился на него после ссоры с Зиной. В рёве, воющей печальной музыки ветра, что захлёбывался застигнутый пенистыми волнами, он услышал тонкий, жалующийся голос. «Петро, Петро, что ты меня покинул? Тяжело мне умирать без тебя. Одиноко мне». И выскочил шкипер на мостик и увидел изломанный, тонущий кораблик, на котором ушла от него Зина. «И не подойти, не подплыть, к тонущему судну. Любой самый крепкий баркас разбило бы ударом волны остальной борт. Всю ночь, вцепившись в поручни мостика, смотрел дядя Петя на каким-то чудом всплывающий из-под налитых свинцовой тяжестью валов кораблик, и всю ночь между шкипером и матросом Зиной шёл неслышанный больше никому разговор. Петро, я велела привязать себя к койке и задраить каюту. Ты найди меня после, Петро. Прости меня, Зина, прости, Люба моя, не будет мне жизни без тебя. Пить, Петро, хочется. Может, зря мы ушли из станицы, Зина, может, зря, Петро, я бы тебе деток нарожала, сына и дочку, и не одни мы были бы в мире. Ох, Петро, как я тебя любила, как увидела, так и полюбила, ещё девчонкой на тебя любовалась, а ты никогда не любил меня, правда? Не говори так, Зина, не увёл бы я тебя с донок или не любил бы. Петро, Люба моя, я знала, что помиримся мы с тобой перед смертью, жаль не жить нам теперь. Петро, волны в переборку бьют, прощай. Нет, Зина, нельзя, продержись ещё немного, держись. И кораблик, словно прикованный к жизни взглядом шкипера, наперекор всему держался на плаву и не тонул. Мгновение за мгновением, минута за минутой, час за часом, шла и проходила штормовая ночь, и с рассветом навалилось солнце на беснующееся море и прекратила шторм. спас Петро свою Зину и на руках, как драгоценнейший в мире дар, унёс к себе в каюту. Многое вспомнить можно. От горьких и светлых этих воспоминаний приободрился дядя Петя, распрямил плечи и гордо посмотрел вокруг себя. Пробило солнышко мутные белёсые утренние облака и, упав на крепкий январский лёд, подпрыгнула и, расколовшись, растопила всю Волгу дневным полуденным светом, высветлив и дальний голубой остров, и лес, и тёмные избы, и чёрный глазок дремлющей под лункой реки. Теплее, веселее стало в зимнем мире. Вновь ожила и задёргалась в шкиперских руках удочка, подсекая и вытаскивая на лёд налитых и румянах точно подводные яблоки окушков. Часа через два шкипер надёргал их полное ведро. Над трубой мазанки появился и разросся в небе дымок. «Всё, конец рыбалки, пора», подумал дядя Петя, «Зина, небось, картошечку жарит, обед готов, пожалуй, надо идти». С сожалением, глянув на лунку, шкипер поднялся и, гремя ведром, с превратившимися в сосульки окушками, щурясь и проваливаясь в свои же собственные следы, медленно пошёл домой. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А.